всем привет ребята ну что соскучились по ремонту я конечно не соскучился но без вариантов нужно кое-что перебрать как я обещал сейчас займусь раздаткой раздатка на полноприводную газель соболь у меня сейчас постоянный полный привод раздатка и я из нее во-первых вскрою посмотрю что там состояние разберем конструкцию и из нее сделаю отключаемый полный привод типа part-time вот эта раздатка на ней ездили без переднего моста так вот жестко на проволоку зафиксировали блокировку ну что видимо не вылетала такая уставка есть кстати донор в разобранном виде уже нового образца отключаемые либо здесь буду перетачивать дифф либо с донорской по первую очередь выключу вот эти шпильки крепления боковые крышки потом передняя часть вот это естественно беру раскручиваю переднюю часть ну и потом буду половинить ну что господа разобрал я все-таки раздатку туго половинилась направляйки закисли и не особо это удобно было снимать но ничего сложного нету сейчас объясню как все это разбирается у меня кстати здесь сейчас вот на улице две раздатки 1 нового образца с отключаемым передним мостом а вторая который я разбирал она full time ну то есть постоянный полный привод она part time до отключаемым передним мостом вот это вот я раздатку вчера разбирал разбирается на ничего сложного нету естественно как запчасти моется тоже все знаете сначала откручивается вот это вот поросенок где кулисы стоят включение приводов ну по нижней и переднего моста вот она сначала откручивается разбирается потом снимаются боковые крышки под ними стопора стопор сняли все и по кругу уже откручиваете корпус подключена 12 головочкой аккуратно все раскрутили и аккуратно половинить потому что вот эти вот направляйки очень сильно ржавеет особенно если давно это или заводская раздатка не разбиралась и его аккуратно надо половинить самое главное тут сильно не стучать молотком в монтировке вот так вот на излом между корпусов не совать иначе либо корпус лопнет либо здесь что-то замнете бы будет сочиться масло конструктив в полноприводной раздатки вообще несложный и сейчас я покажу объясню различия вот здесь стоит дифференциал принципе кто-то сталкивался с низкой раздаткой здесь то этого дифференциал в раздатке в газели так же как и в ними и соответственно либо передняя коле там переднего с правой левой колеса либо задние срабатывает раздатка не прямая через шестень например многие ставят раздатку г-66 типа там запас прочности и мощности гораздо больше и она прямая например на задний мост и надежнее ну во первых у нее вес надо колхозе эти разные траверсы крепления соосность перетачивать флянцы к на карданах либо флянцы на раздатках какие-то переходники ну короче целая история я вот не особо любитель от этого колхоза как бы когда все нормально и это раздатка работает но кому-то нужно например постоянный полный привык чтобы не так часто включать передок кому-то отключаемый вот раздатка донорская а в разобранном виде с отключаем им передним мостом разница вот в этом дифференциале ну как бы здесь вот он здесь дифференциал стоит а здесь вот такая вот из двух частей корпус дифференциал можно сказать тоже дифференциал прямой единственный момент здесь вот еще ставится вот такой подшипник и у него у этой раздатки другой вот этот вал который уходит на передний мост здесь же у меня еще в сборе вот в этом корпусе в переднем он здесь выглядит вот так потому что дифференциал просто шлицевой сюда заходит и все и все когда жестко надо заблокировать вот так вот выключил так включился и передов постоянно донорская раздатка разобранная потому что не разбирали до меня просто нам не попал в таком вот состоянии в разобранном виде и здесь когда разбирали вот вы умали кусок корпуса так что когда вот это вот разбирать тут два подшипника стоит надо аккуратно я сам вот это вы дышкой залил и аккуратно туда вы буду выпрессовывать чтобы не испортить вот этот корпус остальное в принципе все то же самое этот вот вал пониженный повышенный вот с этой раздатки эти раздатки они шли до 14 года full time part time пошел после 14 года на соболях и на газелях момент вот по валам включения это не выглядит как будто из теплого дерьма сыромятина здесь все-таки выглядит более закаленные более надежные и например вот это вот вилка включение повышенной пониженной такая ну и вообще эта машина шестого года это раздатка с машины шестого года а это раздатка с машины двадцатого года соболя это с полноприводной газели здесь вот этот вал целенький без выработки а вот уже на новый как бы уже вот тут такая вот выработка и все время потому что включали то дрочили коробку и ой раздатку и соответственно дать или сыромятина или так включали я знаю что на ней есть для водителей там с организацией раздатка и дать подушатали потому что здесь и вилка с выработкой стоит уже когда мы были поменены на крестовины уже не шрусовые как должны стоять а именно уже под крестовины под старого образца потому что ненадежней и под нагрузкой шрусовые каданы вырывает ну как похоже как показывает практика но еще надо правильно их эксплуатировать вот с такими флянцами должна быть раздатка двадцатого года вот это я выкидываю и буду ставить вот этот узел и все раздатка будет отключаемая отключаемый передок естественно надо посмотри обратить внимание на все подшипники все в каком состоянии что-то нужно под замену если нормально это оставим потому что я уже попадал например на новый комплект подшипников брал на улазовскую коробку оказались они есть теплого говна и потом поставил на шоу ссср вские поставил ребят ездит его в принципе второй час сезон в катер-сервисе так что новые подшипники не значит хорошие я у тебя тоже на газельной коробку поставил новые роликовые кая но которую подешевле но 6000 питер с бездорожьями отъездил принципе нормально все все показывает масло газпром 85 на 90 полет нормальный соответственно здесь я сейчас тоже посмотрю если у меня нету таких хороших подшипников либо что-то под сомнение естественно поменяю подберу либо ну либо куплю новые по сборке ничего сложного нет естественно сейчас я покажу я сейчас из двух буду собирать одну с отключаемым передним мостом потому что я собираю на машину буду ставить на автомобиль соболь 4 на 4 2020 года с двигателем каменс на двадцатом году должна быть отключаемая раздатка корпуса все одинаковое я сейчас определюсь на какие корпуса я буду собирать скорее всего на эти потому что вот в этой раздатке вроде все было машина на ходу но так как я разобрал ее дефектовал что вы здесь уже повышенные пониженные уже изношены зубья вот на этом валу скорее всего обратка на муфте тоже не очень него здесь вот тоже не нравится зубе то есть лучше их поменять потом естественно вот это я все выкидываю дефир вот с этим лавом буду ставить вот этот вал вот это див и соответственно вот на двадцатого года здесь просто все в принципе все нормально без вырубки без всего все четко и корпуса естественно почище хотя хотя я вчера все это вот мыл но как бы вот это как будто выглядит поинтереснее даже ним это обязательно кто занимается ремонт ну то есть ремонтом либо сами себе перебираете смотрите чтобы здесь не было выработки осколов разных раковин должно быть все четко естественно они должны люфтить подшипники если они люфтят под замену на вилку тоже нужно обратить внимание чтобы здесь вот не было выработки либо если она есть прям минимальная то можно оставить допуски а так в идеале конечно чтобы все было четко ну естественно на валах просадки не было под подшипники чтобы они не были шире маминой и вот здесь вот шлицы на валах тоже были четки не разбиты чтобы флянцы ничего не болталось потому что это будет ненадолго так моем случае мне нужно вот донорская крышка потому что на той раздатке разбиты где-то на тут с дырой лежит ее не буду ставить вот этот корпус по-любому буду на него собирать потому что этот разбитый и по поводу сальник вопрос еще есть стоят одинарные сальники заводские да вот такой заводской сальник стоит завода одинарный часто текут особенно если он плохого качества и они идут с направлением но как показывает практика что на редукторах на газели ских на переднем астана заним там на раздатке вот я ставлю двойные сальники от уазика с моста спайсер уже это проверенная тема давным-давно у меня и стоит на заднем редукторе такой сальник у меня на раздатке на черном плаще стоят двойные сальники и сюда естественно я буду ставить двойные сальники на эту раздатку вот так вот стоит одинарный вот он здесь вот такой же сальник с направлением со стрелкой вот потому что когда по трассе ездишь если у него без направления там или дешевский они вообще текут сразу махом у меня стоят на машине вот такие черные это уже производитель это вот с одной партии у меня два штуки есть двойные вот здесь и здесь либо вот такой можно балаковский тоже вот эти очень хорошо работают сальники двойные как бы здесь типа пыльник вот такой еще стоит железный да вот так вот вот ну как бы защищает от травы или счета от грязи от крупной но практика показала что под него попадает особенно если там где-то камышах или где-то подброду ездить там туда забивается трава и короче сальник изнашивается выработка вот здесь вот на флянцах становится эти ставится без пыльников но тут все это омывается водой туда на через двойной сальник не проходит и все работает нормально у меня вот раздатка я передал адыгой поставил такие сальники на раздатку проехал 6000 километров четыре раза ездил в броди проверял масло чистое и погрызи там и дождь и принципе вот пока сухо так что вот сюда я тоже поставлю вот эту тему и как бы мое мнение смотрите сами на я вот посоветую вот такую вот штуку особенно если сальник вонючий каучуком воняет значит он точно хороший эластичный принципе нормально ходит есть импортные сальники продаются в магазинах детали машины вот этот вот пружина упругая а здесь не вот такой не с пружины а типа пыльник закрывающийся такой он стоит что-то в районе там 800 рублей вот этот 150 или 200 но он с пружиной работает лучше чем тот как бы уже принцип они начали на новых машинах уже ставить вот такого плана сальники но только вот импортные там и здесь без пружины но закрывающий пыльник ну как будто подешевле и работает получше сейчас буду собирать что-то где-то еще помою протру и естественно покажу все как это собирается комплект подшипников новых вологодских вот див я собрал болты обязательно ставим на резьбовой герметик обезжириваем и ставим внутри подшипник тут не видно его маленький вон он там я его намазал синий смазкой потому что пока сюда зайдет масло когда его раздатку ну нальем пока масло пока поедет пока все это промажется он будет терять на сухую я даже подшипники ступиц собираю всегда на смазку собрал а потом уже например заднем мосту пока туда масло в ступице дойдет чтобы они на сухую не терлись также здесь здесь также я залил подшипники маслом трансмиссионом чтобы на сухую все это не терлось все суда запрессовал все див готов потом обязательно смотрите чтобы резьбы вот здесь вот на валах были в хорошем состоянии я все прогнал и вот с одной промучился долго видимо предыдущие ребята которые разбирали лупили по валу молотком размочили тут конечек и все не гайка ничего не накручивается ладно я нашел плашку искал бы минут 40 наверное точно помню было на заметку это плашка м20 шаг полтора это вот на редукторе хвостовик на раздатке но лазики на газели то есть одинаковые так что ребят вот м20 шаг полтора плашечка вот все все тут прогнал и все четко но естественно гаечку я тоже попробовал давно не тренировался что ли я все песня естественно здесь я тоже все резьбы все прогнал вот да еще один момент на одном на одной раздатке который я изначально хотел собирать здесь во первых старого образца который шестого года здесь был шарик вот такой вот в этом валу вот он с коробки на 6 а уже в новый здесь штырек ладно где-то у меня счет какие-то запчасти мелочевка была пошел опять в гараже нашел этот штырек под шестенью спидометра все его поставил да и на том валу вот это место посадочные просаженные подшипник здесь свободно так что пришлось вот с другой раздатки брать вал ну короче тут почти больше половины одной раздатки больше пункта есть меньше войны другой да а вот этот кстати вал я уже взял с 2006 года они одинаковые но на поста которая отключаемый передний привод у него уже ну то есть это вал выходной на задний мост на задний кардан и тут уже вот на этой раздатки которая с отключаем перед ком у него уже шлицы тут уже были немножко изношенные вал взял с другой сейчас я запрессую все подшипники сюда здесь подшипник шестерня спидометра и стопор стопор подходит одного кстати стопора не было он я нашел стопор от вторичный вала кпп газель пятиступенчатые здесь вот они одинаковые это для справки вилки взял со старый к ну со старой раздатки 2006 года потому что уже много и они выглядят как из теплого дерьма а эти хоть закаленные без выводки без всего все подшипники сейчас естественно залью все маслом и буду запрессовывать не забываем вот здесь вот упорные шайбы ставится на валу это вал повышенной пониженной передачи вот здесь я тоже все помажу смазкой синий здесь втулка как на уазовской коробки на шестернях здесь не должно быть выработки должна плавно легко все крутится естественно все отверстия но под смазку должны быть чистым так что это промывается продувается и все ставится ну соответственно здесь то же самое не должно быть ни сколов ни раковин на шестернях ничего должно быть все четко все проверили если где-то что-то неисправно и либо с кого либо здесь провернута вот эта втулка бывает нализа него здесь все это все под замену потому что вот эту отдельно втулку не найдешь плюс и нам перепрессовывать там разворачивать на все таки проще шестернях приобрести все сейчас я допрессую подшипники и уже принесу корпуса и буду ее мы буду раздатку собирать и все короче так просто чтобы мне вот этот корпус не запороть я вот уже и не знаю сколько времени все заливаю вы дышкой здесь два подшипника и мне надо вот этот вал снять и поменять вот на этот а у меня что-то ничего не выходит я здесь снял стопор снял в сальник естественно снял стопор думал переверну сюда тоже два подшипник может один сюда выскочит как обратно молотком перевернул я с ногами стучу ни хера не выходит и вот не не знаю сюда потихонечку стучу а я не хочу там выломать короче буртик на упор подшипника как вот на той раздатки потому что судя по этому валу и там запороли корпус по нему купили так что шоу размял естественно не вырвали кусок корпуса а вот я так не хочу хочу на нормальном уже не корень техно уже не faruk motors делов осталась херня вот эту штуку там сейчас перепрессовать и все они все это скрутить на место короче она не выходит вот так вот короче собирать раздатку воды ты себе и на свою тачку а вот так вот клиентам либо тяжок уже при давно бы началась у меня очень много лет ремонтировал сейчас просто вообще никак не хочу ну ладно чё батарейку сажать не будем до включения еще поковыряюсь время поздно ебуша грязная но я короче одолел этот корпус вот этот вот буртик все я сохранил корпус он упорный вот этот вот вал короче его тоже немножко защемил здесь вот заход и гайка пошла короче ну ты пищу гайка у меня есть этот вал значит не буду делать подшипники вот аж синий как я грел газовым баллончиком часа два и на и на сине три мучился но все-таки все я снял подшипники в чермет а вот тот корпус изначально ребята которые стучали стучали и вот этот буртик выломали а он упорный потому что вот здесь подшипники и этот буртик между ними и то есть вот так вот сеть тему работает здесь здесь нету каналов ну проточек чтобы вот этот вот эта деталь терлась об эту ну и смазала соответственно и вот она на небольшом расстоянии так стоит ну тут буртик в корпусе он как как бы дистанцию держит чтоб она нормально здесь крутилась если без него подшипники то вдруг они здесь могут вот сюда вот выходить вовнутрь раздатки хотя можно было закоренить конечно здесь вот закернить чтобы они сюда не выходили какой-нибудь бокситкой намажить но как бы собираю нормально и буду ставить этот корпус все сейчас запрессую сюда подшипники ставлю стопор вот они подшипники вот они отсюда от полный весь комплект один штук это сюда запрессовываю маслицем мажу ставлю стопор самик уже потенки вот это будет готово потом также сюда уже с этой стороны запрессовываю вал только уже вот этот ставлю муфту ставлю вилку и все вот эта часть готова и все беру корпуса и уже в корпуса все собираю и еще не забыть прокладки новой прокладки припасены для раздатки все будем собирать это время уже поздно или домой охота еще не жрал них подшипники новые запрессовав корпус вал на задний кардан запрессовал установил двойной сальник и очень удачно получилось ну широкий корпус и сейчас еще поставлю металлический пыльник место позволяет принципе здесь двойной сальник как бы можно и без него чтобы у него трава не забивалась ну как бы в принципе место есть можно и поставить я думаю будет все четко флянец поставлю на задний кардан под когда под крестовины которые потому что задний кардан уже с крестовинами был шрусовый но раньше до этого но уже поменяли поставили под крестовины так что один флянец назад точно будет под крестовины передние не помню шрусовый либо такой между коробкой раздатки точно шрусовый кардан все сейчас я ставлю вот эту металлическую обойму флянец сразу затяну и потом уже все барахло буду туда устанавливать вот так вот я подсобрал корпус проставил прокладку поставил крышку где спидометр сапун все и сюда сейчас вот это вот сюда вот это сюда и вот это привод уже на коробку вот сюда и потом вилочку и корпус вот 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 Продолжение следует... 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 И вот ничего сложного здесь нету в ремонте раздатки, тем более я выкинул диф, ну грубо из двух собрал одну, но если нету второй раздатки донорской с отключаемым передним мостом, то есть у ребят Иштехно, ну я видел в продаже, у них вот такой уже готовый дифференциал, то есть свою раздатку разбираете, оттуда выкидываете дифф, берете ремкомплект Иштехно ставите и все, и в принципе отключаемая раздатка, кстати там есть и на Ниву, тоже такой же комплект, и вот Соболь Газель, это не реклама, просто я видел, это будет проще чем где-то, и по-моему дешевле, у них это стоит 7500, а если вот эту тему покупать в магазине, ну просто газовскую, да, с новой раздатки, по-моему обойдется 1015, если не больше, ну смотри где, что покупать, смотри у кого, так что вот имейте ввиду, все, собираю, и хорош на сегодня, ну что ребятки, раздаточка наконец-то готова, сейчас у нас за ней привод, это вот у нас передний, сюда гайки завтра новые куплю или найду, сейчас уже темно, ночью не буду искать, две гайки короче осталось поставить, и сюда железка встает, тоже ее там надо снимать, некогда, домой охота, самое главное, раздатку собрал, все, потом вот это у нас понижаечка, понижаечка, все крутится, все четко, все понижаечку выключили, остается передний мост, передний мост, все, вот так вот, перебранная раздатка, из двух одна, но зато все четко, корпуса родные, то есть, вот этот ток я поменял, эти два родные, но все соосно, ничего не закусывает, все путем, все, теперь она будет устанавливаться на соболь, 4х4, двадцатого года, двигатель Cummins, по ремонту, конечно, ничего сложного не было, но, конечно, столько и с вот с этим корпусом, там подшипники не выходили, ну, короче, то где-то там, что-то искал из двух, раздаток собрал одну, в принципе, нормально, все она походит, я думаю, и заодно смотрите в следующих видео, как я ее поставлю, ну, естественно, и потом попробуем, проверим, как все это работает на машине, гудит, не гудит, шумит, не шумит, я думаю, будет все четко, блин, там все перепроверил, все, что нужно, поменял, так что все, ребят, на сегодня, хватит, надо чихлить домой, все, всем пока.